В Ак-Тубе открыли сразу два реабилитационных центра для лиц с ограниченными возможностями. Здоровительные услуги могут получать как дети, так и взрослые. В общей сложности за месяц центра готовы принять около 90 человек с инвалидностью. И что важно, все услуги оказываются совершенно бесплатно. Сегодня наша съемочная группа ознакомилась с работой заведения и пообщалась с его посетителями. Субтитры создавал DimaTorzok Есть поддержка и со стороны специалистов, которые могут подсказать по вопросам выплаты пенсии и пособия. Курс лечения длится 10 дней, с 9 утра до часу дня, то есть ежедневно по 4 часа. Дети 4 часа начинают с комнаты релаксации, маленькой разминки для подготовки, для физиопроцедур, спа-процедур, чтобы немножко сделать разминочку для тела. Тут разговаривают с психологом, есть комната отдыха, не расслабляющая. А дальше проходят физкабинеты по назначению получать лечение, физиопроцедуры, массажные процедуры и спа-процедуры. Ахсавлия Кулсугурова уже четвертый день, как проходит профилактическое лечение в новом реабилитационном центре. Недавно она травмировала ногу и массаж ей очень кстати. К слову, у женщины с детства имеется нарушение слуха. Ранее для того, чтобы получать общездоровительные процедуры, ей приходилось ездить в другие регионы. Это было не совсем удобно, так как дома дети оставались одни, признается Ахсавлия. Мне это очень нравится, бывает, что мы не можем далеко уехать, там семейные проблемы, а здесь уже рядом с домом, здесь очень удобно. Реабилитационный центр способен обслужить 50 пациентов в месяц. Так, до конца текущего года планируется оказать профилактическую помощь свыше 450 взрослым людям с ограниченными возможностями. Если говорить об основных инвалидизирующих заболеваниях, по каким заболеваниям в нашей области жители инвалидизируются. На первом месте это болезни органов кровообращения, это сердечно-сосудистые заболевания, инсульты. На втором месте злокачественные новообразования. И на третьем месте у нас идут травмы. Среди детей у нас на первом месте, к большому сожалению, они занимают удельный вес, это врожденные, наследственные патологии заболеваний. И они занимают более 35%. На втором месте у детей болезни нервной системы, и на третьем месте психические заболевания. Что касается детей, имеющих инвалидность, то их по всей Актюбинской области порядка 4000. Как раз таки второй реабилитационный центр предназначен для лиц до 18 лет. Лечебный пункт также оснащен всем необходимым оборудованием. Единственное, вместимость его 20 детей в день. Сегодня второй день лечения. Мой ребенок чувствует себя хорошо. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Персонал также радует. Очень вежливый. Помогают и с перевозкой, и специальным инвотакси. Хотелось бы, чтобы побольше было таких реабилитационных центров. Так, по словам заместителя Акима области Руслана Хамбарова, в течение двух лет в микрорайоне Нур-Сити планируется завершение строительства крупного реабилитационного центра. Вместимостью до 150 человек. Безусловно, есть и потребность в районах. Ну, соответственно, сейчас мы должны решить проблему с городом. После этого уже перейдем в районах. Кроме того, в этом году мы запланировали в районе Баттес строительство физкультурно-оздательного центра для людей с ограниченными возможностями. Это тоже очень социально назначенный проект. Все эти проекты у нас глава региона сам держит на контроле. В ход их реализации в ближайшее время определится подрядчик и приступит к строительной работе. Вместе с тем, по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи лицам с инвалидностью будет запущен центр Тенкухам. Таким образом, работа по социальной поддержке граждан с ограниченными возможностями будет продолжена. Гульдана Каленк, Зазамат Сауханов, телеканал Ахтубя.